Участники первой областной олимпиады по истории искусств волнуются. Долгие часы подготовки позади. После упорной работы, наконец, будут известны результаты и то, кто получит наивысший балл и окажется в числе лучших. Конечно, дома вечером перенервничала, решила все прочитать. Журналы, которые были по искусству, все стала пролистывать, пересчитывать. И в интернете смотрела планы, фасады, все, что по архитектуре. То есть, подготовка полным ходом. В олимпиаде принимают участие студенты художественного училища имени Вагнера, Рязанского музыкального колледжа Пироговых, а также учащиеся детских школ искусств. Все эти девушки и юноши – будущие художники, дизайнеры, архитекторы. У каждого из них своя мечта и цель в жизни. Лично я, как преподаватель истории искусств, я очень рада, что эта олимпиада состоялась. Я вообще историю искусств, работая в Рязанском художественном училище, считаю одним из основных предметов, потому что этот предмет развивающий личность, развивающий вкус. Я очень надеюсь, что эта олимпиада, она подогреет какой-то интерес к истории изобразительного искусства, к очень важному предмету. У каждого учащегося свои результаты, свои достижения у каждого учащегося. Во-первых, это преодоление себя, это расширение кругозора, потому что вопросы олимпиады, они выходят за рамки школьной программы. Дарья Буданова, ученица пятого класса детской художественной школы номер один, оказалась в числе лауреатов. Помимо нее победителями стали еще 11 человек. Все они награждены дипломами и ценными подарками. Очень хочу поступить на архитектуру, стать архитектором, потому что это очень для меня интересно. Проведение первой областной олимпиады по истории искусств поддержало правительство Рязанской области и Министерство культуры и туризма Рязанской области. Участники и преподаватели надеются, что такая олимпиада теперь станет ежегодной. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».